Девушки отдыхают Второе – антитеррористическое. Находить по запаху взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы – это уже обязанности как раз Роны, как привыкли сокращенно называть Верону кинологи. В ближайшем будущем ее преемницей станет Ози. Этому жизнерадостному щенку еще только предстоит постигать все сложности профессии. Собаки, работающие по взрывчатым веществам, они должны обладать более спокойным темпераментом для того, чтобы, так скажем, осторожно вести свою работу. А собаки, которые работают по поиску наркотических средств, они более живые, активные. Пятимесячную Ози пока сложно назвать спокойной, но это детство. Скоро пройдет. Всю прогулку она пытается разодорить старшую коллегу. Степенная Рона хоть и любит поиграть с мячиком, интерес к этому предмету собакам прививают с детства, это элемент дрессировки, малышку не обижает. Лабрадоры вообще отличаются дружелюбностью и по отношению к человеку в том числе. За это качество их активно используют в поисково-спасательной работе. Они служат всем своим сердцем. Вообще про таких собак, которые добро такое приносят, про них говорят, что последние ангелы на земле. То есть действительно им за что они работают? А они же на самом деле живут, что-то выполняют. И даже сами не осознавая, какое дело они делают. Людей спасают, создают нам ту же самую безопасность взять, если это антитеррор. В Ямбаргероне провелась 7 лет. До этого 3,5 года она работала в родном Новом Уренгое. Сколько на ее счету трудовых побед – служебная тайна. Но гордиться есть чем, заверяют кинологи. И самое малое, чем они могут ее отблагодарить, отдать в хорошие руки. Как правило, кинологи забирают к себе. Но не всегда есть такая возможность. С учетом нашего вахтового метода. И есть желающие другие, также работник нашего общества. Заберет ее, и она будет жить в городе Тюмень. Ее очень-очень сейчас там уже ждут. Накупили ей игрушек, миски. То есть все подготовили. Дети, школьники ждут. И будущая хозяйка. Там тоже есть озеро, парк. Она говорит, я по утрам гуляю, делаю пробежки. И она будет наслаждаться вместе. В общем, жизнь прекрасная продолжится. Да, Рон? Пока не ушла, Рона передает свой опыт новобранцам. Для подражательного метода тренировок у Ози сейчас как раз удачный период. Воспитание же и дрессировка будущего узкого специалиста началась с АЗОВ. То есть, точно так же, как и звучать алфавит, мы знакомим с запахами уже в таком возрасте. То есть, вот есть сейчас пять месяцев, мы ее уже начинаем знакомить со всей линейкой запахов, с которыми она работает. И они у нее остаются в памяти. Потом она будет уже на базе этого работать и совершенствовать свои качества, собственно, всю вообще свою трудовую деятельность. Можно подумать, что команды лохматые сотрудники выполняют исключительно за лакомство или игрушку. Но это точно так же, как полагать, что все люди работают только за зарплату. Собаки должны чувствовать, что их любовь к двуногим членам стаи взаимна. Вот, вот интересные моменты. Плюшка. Ух, тяжелая стала тоже. Это такое большое счастье, когда торопишься на работу. Вот именно на работе я занимаюсь своим любимым делом. Вообще в жизни очень повезло заниматься своим любимым делом, связать это с профессией. Поэтому я, да, дома собаки нет, а здесь на работе, да, я их прихожу и люблю. На прощание мы попросили Рону поздравить коллектив «Газпром добычи Ямбург» с наступающим 35-летием. Ну давай, говори. Нелли Хайрудинова, Денис Кордаков, Ямбург.